А тут, соответственно, дым-дэр-шлёп, 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 на полянку выскакивали кух-паку. А мураши-то они уже не просто Брэма читали, они уже собрали уже всех лесных там, соответственно, там, они про всех всё знают. Кем питается? Своим братом-насекомым. Это же, можно сказать, существо с полуголовным лесным прошлым. Где комарики, червячки, там и до мурашей. А главное там, соответственно, а зерто-то на полянке одно, а он же там явно жить будет. Это чем же вода в джакузи потом может, соответственно, как выглядеть и пахнуть? А главное, ладно, мышка. А лягух-то если заведёт себе подружку, то говорят, несколько миллионов иквинов, а из них выводятся головастики. У них только паст и хвост, жрут всё. Так он же по ночам ещё квакает, уже не уснёшь. Ну, жить-то хочется. Соответственно, только здесь можно ещё договориться. Понимать лягух дело непростое, но в лесу только осталась одна немиллиарерная полянка, и поэтому обращается к мурашам. Я понимаю, что, Андрей, все слова, которые вы мне говорите, ну, сказка такая. Да, сволочь. Сбрасывайте морды в лягух. До свидания. Андрей, я понимаю, что сложно ваша роль. Уважаемый Марашид, я не просто рекруту, у меня ещё есть специальность, я прописки. Я риэлтор, поэтому, учитывая ваши постоянно растущие потребности в полянах для проживания, могу за то, что вы мне предоставили возможность проживать рядом с вами, дружить, оказывать вам безвозмездные услуги по подбору новых полян. Также у меня есть партнёры по строительству, можем дополнительно ручей повернуть в нашу поляну, чтобы обеспечить её водой дополнительной. Вот такие услуги, такие возможности я вам могу оказать в обмен за наше совместное проживание. Чем будете питаться? Питание у меня достаточное гонорара, поэтому на ваш хлеб я не претендую. А насчёт полян, хотелось уточнить. Есть ещё другие поляны, которые в то же самое было предложено. Получается так, ведь полян много, и вы риэлторские услуги... Не чёрный либо риэлтор вкладывает муражи. Есть ли зрители с этим что-то в порядке? Нет, вопрос такой, что если нашей поляне предложено новые территории... Это шикарные условия. Почему, да, если шикарные условия, что с другими полянами происходит? У меня здесь просто родственники недалеко проживают. Ещё. А я не принято. Я не принято. У меня можно периодически гостить. Для тех, кто кем тоже. Спасибо, Ирон, Игорь Стопгады, чем можно ваше... Да. Как же из себя, коллеги? Ой, нет. Слушайте, вот, несмотря на весь мой чёрный пиар, опять же, большинство за вас. Скажите, пожалуйста, где были всё-таки маленькие зоны опасности? Ну, с полянами палево вообще, на самом деле. Знаете, я риэлтор, свободных квартир у меня много. Да, жить мне не нужно. Вот, коллеги, я очень благодарен Андрею за один важный подарок. Коллеги, здесь есть, смотрите, например, на переговоры к... И вот это универсальное правило. Пока с ними проблем не было в ближайшее время. Как ты начинаешь, знаете, и отдел наших рисков не очень загруженный, уголовные дела минимальные. И человек уверен, что он усиливает свою позицию. Я немножко утрейую, конечно. Что ещё? Где маленький зон опасности? Точка нужды. Сразу вы увидите. Чём? Ну, то, что мне нужно у вас усиливаться. Спасибо огромное. Да, мой вопрос не будет, не тащит мне душа. Итак, Ли, всё-таки... Завидите, мы приходим и говорим, господа, мы предлагаем вам пока в этот год начать с маленького тема взаимодействия, а потом вы сами увидите, почему мы вам нужны. Ты что уже понимаешь? О, эти люди скоро сделают предложение, кто-то не сумеет отказаться. Вот спасибо за это самое, или, так сказать... Например, мы говорим, ну, а если не договоримся со мной, тогда будете разговаривать с другими людьми. Это не мотиватор, это... Это угроза будущего, к сожалению, часто в залите. Наличие общей проблемы, спасибо огромное, я могу предложить вам сделать то-то, 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 если это возникает. Вы будете в этот площадь день, я с этим работаю. Это мотиватор. Если это услышит как угроза будущего, он мгновенно могильчик. Что ещё? Актуальность, на самом деле, была с риэлторским условием. Спасибо, Роман. Андрей, цепанули. Крит, скажите, пожалуйста, если только вы цепанули какой-то шаг на встречу, что с ним надо делать? Спасибо. Усиление, а главное, до этого у меня подсечка. Но поскольку я вижу, что многие из вас закивали, тогда вы подсекаете некую преддоговорённость, готовите двигаться дальше. Спасибо, Роман. Вы со мной здесь одним из нас, и голосуйте все вместе. Сейчас Виктория будет меня материть. Спасибо. Продолжение следует...